В центре внимания показания свидетелей обвинения. В Октябрьском райсуде слушается дело бывшего главврача ОКБ. Любовь Быкову обвиняют в получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, обвиняемая вступила в сговор с руководителями коммерческих организаций по поставке медоборудования по завышенным ценам, за что и получила взятку. Одного из руководителей фирмы, который, как считает следствие, знал о махинациях, вызвали в качестве свидетеля. Судья запретил проводить видеосъемку, поэтому будем довольствоваться только звуком. В ходе судебного процесса свидетель заявил, что ему ничего не известно о коррупционном сговоре бывшего главврача ОКБ с руководителями фирм. Скажите, а был ли у вас разговор с Тайкуновой или с Дутовой о том, что за содействие будет какое-то денежное пограждение? Нет. Однако прокурор обратил внимание на расхождение в показаниях. На следствии свидетель заявлял, что ему известно о коррупционном сговоре Быковой и предполагаемых взяткодателей. Прокурор зачитала предоставленные ранее показания вызванного свидетеля. Незадолго до проведения аукциона на приобретение властной украинской больницы компьютерного томографа Тайгунова либо Дутова пояснили мне, что ни одна из наших компаний не будет участвовать в аукционе, а мы обеспечим победу в аукционе на покупку компьютерного томографа Бимкардио Волга. В последующем я узнал, что в содействии мы от Бимкардио Волга получим денежное вознаграждение в размере 10% от стоимости контракта, то есть около 7 миллионов рублей. Свидетель не стал отказываться от показаний, которые давал ранее, объяснив, что не понял суть вопроса, который задавал прокурор. Напомним, на Любовь Быкову заведено два уголовных дела. По версии следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019 бывший главврач ОКБ обеспечила победу конкретной коммерческой фирме в аукционе на поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 миллионов рублей. За содействие получила 950 тысяч рублей. Позже, как утверждает обвинение, от той же фирмы руководитель медучреждения получила еще одну взятку в 500 тысяч за обеспечение победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов. Любовь Быкова признала вину в полном объеме. На судебном заседании заслушивались показания и Андрея Кожаного, бывшего заместителя директора департамента здравоохранения, который и установил, что цена на приобретаемый томограф завышена. Правда, сам бывший чиновник на суд не смог явиться. Поэтому прокурор зачитывал его показания, которые он давал ранее на следствие. В Новой Панкратовом проведен мониторинг цен компьютерных томографов на 128 срезов в сети интернет, поставленных в учреждение здравоохранения за последние два года. Так, нами было установлено, что средняя цена поставленных компьютерных томографов на 128 срезов в учреждение здравоохранения от разных производителей варьируется от 45 миллионов рублей до 65 миллионов. Допрос свидетелей обвинения продолжится и на следующем судебном заседании. Оно состоится 24 сентября.